Хочет иметь. Это одна из самых важных вещей психолога человека. Хочет иметь. Часто с чем мы сталкиваемся с вами? Хотеть это значит, насколько сотрудник хочет делать свою работу, насколько он желает не просто просаживать что-нибудь, а действительно хочет делать этого. Вот, это одно. Часто бывает так, что он хочет, но не профессионал. Часто проблема, с которой мы сталкиваемся, он хочет, но не может. А есть тот, который умеет, но не хочет. К сожалению, такой тоже мы встречаемся часто в нашем работе, что он умеет, но не хочет. О чем мы должны делать, кто помнит, я это на минимуме с этого вам когда-то говорил. Тот, который хочет, не умеет, что делаем? Обучаем. Для него разрабатываем программу обучения, направляем его туда, куда надо. Теперь вопрос. Часто, когда я об этом говорю, люди мне говорят, наставник за свой счет обучать или за счет кого обучать? Да, сами выгодно 50 на 50. А если 100% вы платите его обучение, иногда порой внесение. Но если даже 50 на 50 обучаете или там, не знаю, 30-70 обучаете, все равно составьте с ним контракт, что 5 лет или там определенное количество года он у вас пусть работает. А если он уйдет, пусть оплачивает за вашу учебу, пусть возвращает деньги за то, которое вы платили за него. А потом пусть уйдет. Так делают много крупных компаний мира. Находят сотрудников, находятся студентов. Аэростана постоянно так делают. Прямо Аэростана постоянно так делают. Находят там студентов, идет прямо в ВУЗ, нанимают определенное количество студентов, обучают их за границей, нужного кадра, контракт обладают, и 10 лет он работает там. Все потом дальше. Это все так делают. Это так нормально. Так надо делать, чтобы найти себе кадры. Много нефтяных компаний. Крупным компаниям же кадры везде найти нелегко. Их же много кадров. Поэтому вот так именно нужные специалисты можете так и использовать, так и делать. Найти кадры, обучать его, то есть подбирать нужного кадра, обучать его. А контракт на 5 лет хотя бы, чтобы в течение 5 лет он работал у вас. Нормально он окупается. Вы ему платите зарплату, но 5 лет работают у вас. И самое интересное, это окупается. Самое интересное, это окупается, ребята. Это реально окупается. А этим что надо делать, тот, который умеет, но не хочет работать? Это, да, помните, привести его на обязательном порядке, его привязывать к KPI и проценты поставить, чтобы он повелел на свой доход сам. Тогда у него будет другой результат. Мотивация. Работайте на его мотивацию, он будет расти. Но это я хочу после прерыва вообще вам давать. Почему? Потому что у вас в мозге уже вижу, что уставший. Вот. Давайте сейчас делим, потому что это одна из самых крутых вещей. Кто бы не понял? Нам нужны А-категории сотрудник. Именно ключевом вещи нужен А-категория. Как его найти? Как его заставить стать А-категорией? После прерыва, говорим, после рекламы. Очень важно. Вот такая категория сотрудник. Чтобы вероятности на 90% у него есть шанс сделать то, что только 10% людям способны делать. Вот такого нам надо. То, что мы видим человека, что у него есть шанс на 90%, что ты не проиграешь, он сделает это. Но такое обычно доступно только 10% людям. Но вот этого надо найти. Помните, я вам сказал, что один из важных методов это заказать подрядчика или взять экспорт. Это треугольник. Помните, я всегда говорил вам, что метод треугольника создает высокую эффективность. Помните? Метод треугольник. Но помните, это работает, когда у вас есть сильная коммуникация. А если коммуникация сильно не создана, не создана вовремя обратный связь и вовремя обработка коммуникации, тоже не работает. Нужно, чтобы коммуникация развивать. Это важная вещь. Поэтому уровень понимания. Поэтому, когда перейдете к сотрудникам или чего-то, сначала нам надо себе задавать вопрос, какой конечный результат хочу? И убедиться надо, что вы сами можете его правильно озвучивать, а потом попробовать донести. Почему многие люди приходят к чиновникам, они ничего не делают для вас? Или они говорят нам нет? Или они не хотят? Нет, потому что надо объяснить, надо донести правильно. Когда мы зарабатываем? Когда работаем или когда мы говорим? Когда говорим? Мы говорим 5 минут, а делаем этот проект 5 лет. Согласны? Мы говорим 5 минут. Ребята, пожалуйста, внимание. 5 минут, может быть 20 минут. Но мы делаем это 5 лет. Вот это 20 минут. Как ты озвучивал свою мысль? Как ты донес свою мысль? Как ты затронул? Затронул там чувство или сердце человека? От этого зависит результат 5 лет на работе. Поэтому нужно, чтобы вот этого четко понимать и осознать. А категория сотрудника? Вообще-то вот это очень-очень мне нравится. Я на самом деле сторонник, чтобы вы нашли именно таких категорий сотрудников. Их найти тяжело. Но может быть не на все позиции, ключевые позиции надо их искать. Это означает, что всего лишь 10% людей способны делать вот такого. Вот человека вы видите. Вы анализировали очень-очень глубоко. Много-много провели разные собеседования. Вы убедились, что он выходит в группа людей, которые в приятности, что 90% справится. А такое бывает всего 10% людей. Все не могут такие вещи делать. Это правда. В любом профессии так, ребята. Вы согласны, что учитель до учителя разница есть? Повар до повара разница есть. Согласны? Вот такое. Но нам нужны сами лучшие. Нам нужны же сами те, которые лучше всех делают. Поэтому мы это назовем А-категория. Не просто так, а А-категория. Вот. А именно 90% у них есть возможность это сделать. Это может занять больше времени на первом этапе. Зато в будущем экономят вам не только время, но и деньги. В первом этапе поиск такого человека много времени займет. Поиск такого человека. Но через года-два, если посмотрите, за два года эти люди сделают то, что другие за 10 лет не сделают. Итоги это экономит время. Это экономит много-много что? Денег. Так что, искать таких людей надо продолжать. И не надо останавливаться. Надо понимать, что вот это, итоги ты получишь все равно. Отсюда, когда вы пойдете домой, вам надо начинать искать категорию А-класс. А-категория класс надо искать. В ключевых позициях и так далее. Может быть, кто-то найдете через месяц, кого-то найдете через полгода, но продолжайте искать. Все равно эти люди, они очень-очень много облегчают вашу жизнь. Вот такая картина. Почему именно А-класс? Потому что у них есть вот это все. Вот, смотрите, личные цели. Вот это личные цели. Вот здесь по личной цели, что мы ориентируем? Несколько важных вещей. Первое, давайте пишем, пожалуйста. Коротко сами основные вещи будете писать, хорошо? На личные цели, что мы ориентируемся? То есть мы, когда берем человека, сначала пишите, пожалуйста, личные цели касательно этого поста, касательно этого сотрудника. Личная цель, ожидаемые результаты, профессиональные качества. Надо писать их, хорошо? То есть получается, что когда мы берем какой-то конкретного сотрудника, в этом посту для него надо писать личную цель. Понятно? Личная цель что означает? Зачем мы нанимаем этого сотрудника? Что мы от него хотим? Зачем мы его нанимаем? Какова наша цель? Почему мы его решили нанимать? Вот. Внимание обратите. Например, например, бывают, когда говоришь, ожидаемые результаты, бывают такого рода. Увеличить оборот от такого до такого. Непрерывно наращивать количество клиентов среди там такой-то, такой-то, такой-то и так далее. Сократить оборот от такой-то, такой-то, такой-то. То есть получается, что, например, я сейчас просто хочу, чтобы вы поняли. Вы можете одно приложение написать это так, чтобы четко понимать, что ага, но это надо сначала писать на бумаге, потом с командой обсудить. Ребята, мы нанимаем такого-то человека. Что мы от него хотим? Что он принес в нашу компанию? Личная цель какой? Вот это распить. Потом ожидаем результат какой? И так далее. Вот это, когда вы это пишите, например, это реально ожидаемый результат. Теперь, ищем человека, который это даст нам. Что мы делаем? Ищем человека, который что? И этот результат могут предоставить нам. А этого надо искать. Внимание обратим. Или, например, к концу первого года реорганизовать процесс продаж. До конца первого года нанять игрока ада и так далее, и так далее, и так далее. До конца первого года нанять игрока должности директора внутреннего продажа. Вот, то есть мы хотим, чтобы вот такого делать. В конце первого года реорганизовать процесс продаж. И все, пошло и поехало. Представлять ежемесячные прогнозы, оправдывающие на 20%, наладить профессиональное обучение методом продажи всего, имеющих контакт с клиентами. То есть это все выходит в ожидаемый результат. Я ищу человека, который вот это может сделать. Ожидаемый результат. Вы должны хорошо для себя определить результат, который хотим от него получать. А потом ищем человека, который может это сделать. А теперь, когда мы начнем искать? Вопрос. Когда мы начнем искать, на чего надо внимание обратить? Что является показателем, что этот человек это может или не может? Его опыт. Его реальные достижения в других компаниях. Его реальные результаты в других компаниях. Вот это является ярким показателем. Если в других компаниях этот человек это сделал, возможно, и у нас тоже это сделает. А если в другом месте он это не смог сделать, уже вероятности меньше. Правильно же? Вероятности меньше, что он может делать, не может делать и так далее. Результат второй части вашего листа целей содержит причисление того, что вы хотите получить от данного кандидата для большинства должностей, на котором мы ищем сотрудников. В этом списке будет стоять от трех до восьми пунктов. То есть мы вот это все пишем лист целей. Цель. Зачем нанимаем этого сотрудника? Мы хотим получать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А когда это есть конкретно, я заметил, что проблема у нас где? Мы не пишем лист целей. Вся проблема здесь. Когда сотрудника хотим брать, у нас не расписана эта бумага. Поэтому, когда не расписана вот эта конкретная цель, зачем мы нанимаем этого сотрудника? Соответственно, по пути много меняется. Лучше писать, а потом искать по этому лист цель. По это, по него искать. Приходит сотрудник на собеседование, сравниваем, ага, наш или не наш, наш или не наш. У нас есть уже какой-то параметр, на который можно ориентироваться и так далее. Дальше. Профессиональные качества игрока мы посмотрим. Продуктивность, честность, добросовестность, уверенность в себе, организованность. А вы внимание обратите, вы согласны, что профессионал уверен в себе? Он не всегда соглашается. Вы ему говорите, что так, он говорит, я понимаю вас, а вы знаете. И начнет говорить свое мнение. Профессионал, да, профессионал способен убедить. Он донесет. Иногда, когда человек мне говорит, что ой, там, нашей организации невозможно было рассказывать свою идею или продвигать свою идею. Я понимаю, что этот человек не профессионал. Если ты профессионал, ты должен уметь донести, ты должен уметь убедить. Согласны? И в этом отличается профессионал от дилетанта. Если ты не можешь убеждать, не можешь донести, поэтому, соответственно, ты не профессионал уже. Хотя ты читаешь, что ты профессионал. Дальше. Организовать и умение планировать решительность, обязательность, высокий уровень интеллекта, аналитические навыки, внимание к деталям. Очень важно, вот это внимание к деталям. Станьте самым, постоянно учитесь профессионалам. И профессионалы придут. Это так. Станьте сами профессионалом. Ребята, если к вам пока не пришли профессионалы, либо вы их не ищите, либо еще самому надо расти. Я себя анализировал, это видел. Я когда не был профессионалом, ко мне приходили люди вот так смотрели, чуть-чуть, и больше не пришли. Хотя прошел собеседование, не приходил потом. Потом я думал, почему они не приходят? Со временем я начал это понимать, со временем. Субтитры создавал DimaTorzok